Всегда поддерживайте ее, даже если она не права. Первыми в этом списке идут деньги, статус и власть. Сказав это, я точно вызову негативную реакцию у многих людей, которые меня смотрят. Я хочу сказать, многие из вас ребята думают, что если женщина хочет этого, значит она охотница за деньгами. Но в реальности, господа, и данные это подтверждают, что если женщине на это не наплевать, она совершенно нормальна. Ученые изучили европейских женщин, китаянок, американок. И что же, как оказалось было для них важно? Важными факторами оказались внешний вид и возраст. Но гораздо больше их волновала зарплата мужчин. Потому что зарплата это один из способов как напрямую измерить экономический статус мужчины. И согласно теории родительских инвестиций, которую мы берем из эволюционной биологии, это имеет большой смысл. Потому что женщины будут большую часть своих ресурсов и времени тратить на воспитание детей. И они хотят оценить все факторы, которые помогут им воспитывать своих детей. Ребята, давайте не будем кривить душой. Такой подход работает в обоих направлениях. Что ищут парни? В том же исследовании показано, что мужчинам важнее объем ее бедер, груди, ее возраст, чем то, сколько она зарабатывает. Следующий пункт. Женщины никогда не признаются, что хотят мужчину, который ведет себя напористо. Обратите внимание, я говорю о не чрезмерном доминировании. Я говорю о проявлении инициативы. Если вы вместе собираетесь куда-нибудь пойти, предложите какой-то вариант, но не нужно говорить, Слушай, вот сюда мы пойдем. Вы можете сказать, Слушай, я думаю, что это место может оказаться отличным вариантом. Давай туда пойдем. Женщинам нравится, когда мужчина выдвигает интересные предложения. Представьте, у нее был тяжелый рабочий день, ей пришлось принимать множество решений. И когда в ее жизни кто-то вместо нее принимает важные решения и снимает некоторый вес ответственности с ее плеч, это здорово. И прямо за этим пунктом следует другой, ты должен иметь собственное мнение. Женщинам не нужен безвольный парень, у которого нет своих собственных мыслей по поводу какой-то темы. Думаю, что проблема многих парней и людей в целом в том, что они хотят казаться приятными. Им не хочется разбираться с конфликтами. Но я не имею в виду спорить только ради спора, я имею в виду вещи, которые вы отстаиваете. А если вы не согласны, иногда лучше просто договориться не спорить с кем-то. Я знаю, что работает лично для меня, потому что мы с женой не всегда сходимся во взглядах, когда дело доходит до воспитания детей. Мы обсуждаем наши разногласия наедине, а не в присутствии других людей. Мы договорились оставаться при своем мнении в некоторых вещах. Она знает, что я уважаю ее мнение. При этом у меня есть свое, и я придерживаюсь его, если считаю, что прав. Ну а если вам нравится сегодняшнее видео, и вы согласны с тем, что женщин попросту совершенно невозможно понять, так вот, я здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с этим. Я буду признателен вам, ребята, если вы поставите лайк. Я очень ценю вашу помощь. Следующее, чего хотят женщины, но никогда не скажут об этом, они любят подарки, требующие жертв. Под этим я подразумеваю то, что требует размышлений, усилий и ресурсов. Знаете, одним из лучших подарков, которые я когда-либо делал своей жене, было ожерелье, купленное в Хорватии. Она заметила его во время путешествия. В те времена этот отпуск обошелся нам недешево, а денег у нас было немного. Прямо скажем, под завязку. Она увидела это ожерелье, пришла от него в восторг, но купить не решилась. Мы продолжали прогуливаться и что-то покупать, пошли на пляж и все такое. Но я запомнил, что эта штука ей понравилась. И я вернулся и купила ожерелье. И в последний день нашего путешествия я вручил ей его. Этот подарок говорил о моем внимании и был тем, что она хотела получить. Так, говоря о подарках и упаковке, нужно отметить, что ей нравится, когда все красиво упаковано. Когда они что-то дарят, даже пустячок им нравится так красиво упаковать. Мои дочки им 7, 13 и 10. И они уже говорят, это должно быть завернуто вот так, папа. Женщины с этим рождаются. Женщинам нравится, когда все упаковано красиво, так что одевайтесь получше. Может быть, женщины уже говорили вам это так, что для вас это вовсе не секрет, к тому же канал уже посвящен стилю. Но, ребята, просто найдите одежду, которая хорошо смотрится на вас при вашем телосложении. Найдите свои цвета. Носите более привлекательную одежду, носите рубашки с воротником, которые обрамляют ваше лицо. Носите пиджак, который придает нужную форму вашим плечам и делает вас стройнее. Обувь должна быть качественной. Женщины обращают на это внимание. Да, вы с ней уже 10 лет, но все же начните обращать больше внимания на свой вид. Больше интересоваться этим вопросом. И да, она это заметит и не сможет устоять. И говоря о невозможности устоять, давайте поговорим о сексе. Женщины хотят точно того же, что и мужчины, за исключением того, что на них, знаете, наложены все эти социальные ограничения. Им приходится, знаете, быть такими, как полагается. В сексе у женщин все устроено сложнее, чем у нас. Для нас, понимаете, все снаружи, для них все изнутри. Дело в том, что они тоже сексуальные существа. Если вы здоровы, если ты здоров, если она здорова. Оба партнера, знаете, хотят иметь здоровую сексуальную жизнь. И большинство парней, особенно юношей, думают, что главное это как себя подать. А я хочу вам сказать, все дело в общении. Важно понять, чего на самом деле она хочет. Что ей нравится. Вы честны сами с собой. Что вам нравится. Чего хотите вы. Может, стоит начать немного больше говорить. Быть открытыми. Узнать, может быть, ей хочется больше агрессии или же меньше агрессии. Я потрудился узнать получше свою жену. Мы очень счастливы друг с другом. Мы понимаем друг друга и все больше и больше влюбляемся друг в друга. И я надеюсь, вы сможете вместе решить свои вопросы. И не откладывайте это, потому что у нас ушли годы на то, чтобы лучше узнать друг друга. А пока, что вы думаете о моих видео до сего момента? Оставляйте свои отзывы в комментариях. Что-то я, может, пропустил, что-то вы хотите добавить, что вам понравилось. Ребята, мне очень важно получать от вас отзывы. Я совершенствуюсь, читая их. Да, и, кстати сказать, не бойтесь восхищаться ее телом. И вам нужно дать ей понять, что вам нравятся, к примеру, ее ноги. Или вы в восторге от ее заднего фасада. И вам нужно проявлять восхищение от разных частей ее тела. И нужно дать ей это понять, причем так, как ей хотелось бы об этом услышать. Потому что дело в том, что вам нужно создать отношения, в которых она будет радоваться, что вам наплевать, что она немного тяжеловата в этой области. Что в этой зоне она немного худощава. Дело в том, что, о, спасибо, это как раз то, что я люблю. Ведь она, как любой другой человек, любит искренние комплименты, особенно те, которые вы говорите ей наедине. Ведь вам должно быть комфортно с этим человеком. И для того, чтобы этого добиться, требуется время. А также для этого важно добиться сильной физической и духовной связи друг с другом. Следующий пункт, продолжайте сохранять страсть. Не дайте этой энергии угаснуть. Да, вы не первый год в отношениях. Найдите способ. Откройте для себя ее заново. Узнайте что-то новое о ней. Я хочу сказать, большинство людей даже себя не понимают. Что уж там говорить про другого человека, особенно если до этого не слишком преуспели. А люди немного меняются буквально каждый день. Итак, если вы сохраняете отношения уже 10 или 20 лет, подумайте, что вы можете заново узнать об этом человеке. Вы действительно знаете, что она любит, какие у нее хобби, чем она сейчас увлекается. Развивайте свою страсть. А еще им нравится, когда вы увлекаетесь не только ими, но и другими вещами. Когда вы увлечены своими хобби, у вас есть что-то, что вы делаете с удовольствием. А страсть заразительна. Это очень мощная эмоция. Следующий пункт, всегда поддерживайте ее, даже если она не права. Это сложно, потому что да, вы могли видеть, что она совершает ошибку, и вы вообще-то согласны с ее подругой. Но никогда не показывайте этого на людях. Я понял это на собственном опыте. И теперь, если мы с женой в чем-то не согласны, и если нам есть что высказать друг другу, мы говорим об этом наедине. Но на людях мы одно целое, мы едины. Особенно это касается детей, которые отлично умеют манипулировать вами. Суть в том, что многие другие люди пытаются вами манипулировать. Многие хотят добиться своего, и вам надо понять, что да, она, как и все, ошибается, но вам бы хотелось, чтобы она поддерживала вас, верно? Даже если вы совершаете ошибку, может быть, иногда лучше вообще ничего не говорить. Я понял это давно. Я не собираюсь спорить на людях. Наедине мы обсудим это, может быть, через день или два, но она отмечает про себя, что я поддерживаю ее. Следующий пункт должен быть очевиден, но все же, ребята, ваша гигиена. Я имею в виду ваше дыхание. Если у вас есть борода или нет бороды, нужно заботиться о своей коже, нужно приводить в порядок растительность на вашем лице. Но по умолчанию идет душ, мытье и дезодорант в случае необходимости. Она должна захотеть приблизиться к вам, и никому в этом мире не понравится человек, который не следит за своей гигиеной. Если вам нужна помощь в, знаете ли, гигиенических процедурах, посмотрите это видео, в нем я рассказываю вам об основах, которые вам нужно знать, как часто следует заботиться об определенных областях тела. Я рассказываю об этом в этом видео. Это ваше исчерпывающее руководство по гигиене. Я рассказываю о том, как ухаживать за ротовой полостью и зубами с помощью жидкости для плоскания рта. Это видео обязательно вам понравится.